На заключительном этапе соревнований, который проходил в конце апреля в Екатеринбурге, подросток решил все задачи и получил 54 из 56 возможных баллов. Отличились также Максима Мельченко и Юлия Сергеева. Все они ученики гимназии номер 8. По словам начальника управления по образованию науки Ольги Медведевой, такой результат стал возможным во многом благодаря родителям этих детей, педагогам и желанию ребят быть первыми. Я хочу вам пожелать, чтобы все, что вы делали, это не пафос. Я говорю это от сердца и от души. Все происходило в России и для России. Нам так нужны такие ребята. И тогда наша страна всегда будет впереди планеты всей. Молодцы! Своё будущее все трое финалистов связывают с математикой. Как признаются родители Данилы Дюмина, мальчика с детства увлекали науки. Впервые он победил в Олимпиаде по химии в седьмом классе, когда в школьной программе еще даже не было этого предмета. Участие в местных соревнованиях помогло Даниле справиться с заданиями на всероссийском уровне. Потом, когда уже подошло время заниматься более секрюзной, олимпиадной математикой, я просто получал от этого удовольствие и все прям пошло очень хорошо. Дети от рождения наделены всеми талантами на свете. Главное, как рядом взрослые правильно смогут их развивать. Довольны остались все. Учителя и ученики пообещали и дальше показывать отличные результаты. Математика настолько серьезная и всеприменяемая, будем говорить так, наука, что рано или поздно он пустит какой-то корешок, может быть, в экономику, может быть, в бизнес, может быть, придумает какую-то новую экономическую политику для нашей страны. Для него это возможно. Директор гимназии вручил победителю и участникам финального этапа Олимпиады денежную премию и пообещал и впредь так мотивировать своих учеников на интеллектуальные победы. Елена Овсецина, Николай Тихонов, Индира, Челка, телекомпания, ФКТ.